Тестирование производительности процессора Intel Xeon E52670 в игре Call of Duty Black Ops 3. На данный момент вы видите настройки графики, стоят достаточно высокие, не максимальные, так как видите, карта. Попробуем поставить все на высокое, кроме сглаживания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, сразу скажу, играть не очень комфортно. Потому что, конечно, я не привык, но у меня есть такой щек. Немного пора лагивает. ПНИ — это не просто коммутатор. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами, включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они намного коварнее. Наземные двуногие роботы. 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 Вкусно, символия роботы. М่ excessisk belts. Кутрык! Ну, наконец. Взорвай генератор, чтобы мы могли войти. Огонь! Боисполна АМТ. От взрыва генератора поджарила свой дрон. Давай, пошли! Подбирай боеприпасы всегда, когда видишь ящики с ними. Последнее, что тебе нужно, воевать без патронов. Второй уровень. Если у тебя творческая натура, попробуй взломать эти турели. Вот так! Теперь разлежьте и разорти врагов в чертовой бассейне. Используй окружение. Подстрели резервуары. Еще резервуары. Где они? Недоумки. Идея лишь, что турели их защитят. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. Следи за интерфейсом. Давайте еще какие графики. Более комфортных. Больше жизни. Получить. С. Так. Второй уровень. Если у тебя творческая натура, попробуй взломать эти турели. Используй окружение. Подстрели резервуары. Кто полосит? Кто полосит? Вот кто. Кто? Продолжение следует... Ну, наверное, на этом мы текст закончим. Так, в принципе, картина ясна. Без записи УПС в районе 65-70. Вот. В общем, вполне неиграбельно. Продолжение следует... Возьмем запись. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok